Здравствуйте! Вы смотрите телевизионное и прахиальное обозрение с рассказом о важнейших событиях в жизни Одесской епархии в прошедшие дни. 19 августа Святая Православная Церковь торжественно отмечала праздник преображения Господа Иисуса Христа. Инвалиды-колясочники со всех уголков Украины молились в Одесской обители о мире в Украине. К доброте наших сердец вызывает Ярослав Поправка. Молодому человеку срочно нужна ваша помощь. Святая Православная Церковь 19 августа торжественно отмечала праздник преображения Господа Иисуса Христа. В этот день священнослужители, облачившись белой ризой, прославляли Бога. Верующие пришли в Храмы Божии, чтобы осветить душу и тело, а также по традиции освещались плоды нового урожая. 19 августа Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор праздновал свой престольный праздник. Божественную литургию в соборе возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении векарных епископов и духовенства. Ранним утром субботы на преображение народ собирается под сводами православных храмов. Духовное сердце Одессы – национальная возрожденная святыня Спасо-Преображенский кафедральный собор празднует свой престольный праздник. Кафедральный собор был торжественно освящен в начале 19-го столетия. Его массивные стены и крепкие колонны, выполненные в коринском ордере, поражали взор эстетов, ценителей архитектуры и верующего народа. Но во времена власти богоборца в 1936 году мощным взрывом были дотла разорены, сначала колокольня, а потом и собор. Восстановление святыни началось при митрополите Агафангеле. И в 2010 году состоялось освящение собора, которое возглавили патриарх, предстоятель Украинской православной церкви и правящий митрополит Одесской епархии. Как Феникс, Спасо-Преображенский собор восстал из пепла небытия и теперь сияет светом преображения. Этот собор стал символом возрождения духовности и преображения красоты и величия, преображения человеческих душ. Христос преобразился на горе, показал свою славу, призвал всех в небесное царство. Его свет просветил тьму, его страдания, смерть и воскресенье победили грех, проклятие и смерть, даровав людям жизнь. Этот храм напоминает и гуру Фавор, на который зашел, вошел Господь с учениками, где присоединились два рука Моисея и Илья. Во время молитвы лицо его сделалось солнце ясным, как солнце, а одеждой белым, как снег. На торжественном богослужении молились архиереи, священно- и церковнослужители епархии. Праздничная молитва стала символом преображения наших душ и тел. А могучий колокольный звон, золото фресок и красота икон проповедовали восстание кафедрального собора из пепла. Сегодня благолепный дом Божий стоит в центре Одессы и, несмотря на вражеский оскал, продолжает нести свет Христов в мир. И сегодня все пришли, одев на себя светлые одежды, платья и костюмы, во свидетельство того, что каждый из вас желает участвовать в этом великом празднике преображения Господа и преображения нашей жизни. Нашу жизнь призвал преображать архипастырь, особенно в дни Успенского строгого поста. Остальные дни до Успения опять наполнены строгим постом и овощи, и фрукты, и высокружеская жизнь в воздержании языка, и целомудрие в словах, в действиях, целомудрие в жизни и в помыслах. Пусть будут нашими спутниками и даром причистой за ее всегдашние заботы о нас, за ее теплые молитвы, за ее предстательства, за то, что она день и ночь молится о нас. В заключение Владыка пожелал, чтобы никогда верующих людей не покидала радость, чтобы наши души озарялись светом любви. И пусть ваши сердца будут озарены светом этого дня, праздника, преображения, милости Божией. Пусть они наполнятся любовью, чистотою, преданностью и верой к тому, кто пролил за нас кровь, и кто дает нам жизнь и дыхание, и смысл нашей человеческой жизни, которая заключается в спасении души и в отвержении каждого из нас от грека. В наше время люди с ограниченными возможностями нередко чувствуют, что общество их невольно отторгает, не замечает. И так бывает не потому, что против них направлена человеческая злость. Просто равнодушие и невнимательность задевают людей и инвалидов больнее, чем здоровых людей. Хотя слабым телом это не означает слабым духом. В минувшие дни инвалиды-колясочники вновь посетили Свято-Успенский Одесский мужской монастырь. И там люди с ограниченными возможностями со всех уголков Украины молились о мире в нашей стране. Подробнее о посещении монастыря и о встрече с митрополитом расскажет наш корреспондент. 18 августа в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре владыка-метрополит принял группу инвалидов-колясочников, проходящих реабилитацию в санаториях Одессчины. Для паломнической группы была организована экскурсия. По многолетней традиции инвалиды ежегодно приезжают в обитель помолиться о мире в Украине и получить благословение на дальнейшие благие дела. Необходимо участвовать в таинствах, исповедоваться, причащаться. Если человек все это будет делать, тогда он будет приближаться к Богу, в его жизни все изменится. Его жизнь приобретет совсем другой смысл, духовный смысл. И даже если будут скорби и испытания, которые неименуемы на пути каждого христианина, то Господь будет давать нам силы, терпение, чтобы все это перенести. И человек с радостью будет все это переносить. Но для того, чтобы изменилось что-то вокруг нас, прежде всего мы должны измениться внутри себя. То есть каждый должен начать изменение самого себя. Более сорока инвалидов приняли участие в общей молитве, вознося прошение об отчизне. Экскурсию молебен провел благочинный монастыря Архимандрит Игнатий. С помощью Божьей собрались здесь, под сводами этого храма, по благословению нашего владыки, высокопреосвященнейшего митрополита Гафангела, чтобы сейчас вознести свои молитвы к Богу. Чтобы Господь помог, прежде всего, нашему народу осознать о том, что отступление от Бога – это гибель для всех. И поэтому для того, чтобы эта ситуация в нашей стране изменилась, это изменение должно начаться, прежде всего, с души каждого из нас. Люди с инвалидностью имеют возможность помолиться. Их здесь встречают, их здесь понимают, их здесь любят, их здесь ждут. За это огромное спасибо всем, кто нас окружает и помогает, а особенно владыке Гафангелем. Да ежевсейте в нас и благодати, пресвятаго своего духа, вкорените новую своего Нового Завета заповедь любите друг друга, и не себе угождайте, но славе Божией о созидании ближнего, всегда ревновайте Господу помолимся. Стала доброй традицией по благословению нашего владыки Гафангела, мы уже четвертый год проводим молебень за мир. Мы люди с инвалидностью очень хотим, чтобы люди, которые были здоровы, не становились инвалидами из-за войны. И мы четко понимаем, что наша молитва где-то там на небесах будет поддержана, и где-то все-таки возможно прекратится вот эта война, которая никому абсолютно не нужна. Мы с мужем уже четвертый год приезжаем сюда, в Одессу, и каждого года мы побываем в этом монастыре, у нас был встреч с Владикой, уже неодноразово была, и мы благодарны этим людям, Ольге Миколаевне, за эти поездки, которые она дарует не только нам, а людям с такими вадами. Проблем есть очень много, и это есть вопросы доступности, это есть вопросы реабилитации, это вопросы есть оздоровления. Но потихоньку, по мере поступления этих проблем, мы стараемся их разрешать мирным способом, переговорами. Есть коммуникация с областной структурой, здравоохранение, соцполитики. Но сегодня у нас колясочники приехали со всей Украины. И я слышу, что во многих регионах Украины должным образом как-то не уделяется внимания такой, как им хотелось. Мы в своей детской области, в общем, делаем все возможное, чтобы наши люди с инвалидностью чувствовали себя комфортнее, чтобы они видели, что мы о них заботимся, что мы с ними разделяем ту, будем говорить, болезнь, которая у них есть, потому что стараемся каждый раз чем-то поддержать. Сразу после молебна с инвалидами встретился митрополит Игофангел, преподав каждому благословение, Касперовскую икону Божьей Матери с маленьким молитвословом и баночку меда с монастырской пасеки, пожелав помощи Божьей в их нелегком жизненном крестоношении. Растала доброй традицией, в канун праздник преображения Господня в нашем святом Испанском Адресском мужском монастыре совершается молебия на мире Украины, в присутствии инвалидов Украины, которые находятся на отдыхе здесь, в Одессе. Эти мероприятия вовляет Ольга Николаевна Луц, которая в честь своего сердца отдает каждому из вас. Она всегда заботится о том, чтобы ваше пребывание здесь было бы приятным для вас, чтобы вы отдохнули, чтобы почувствовали, что одессы помнят, одесситы о вас заботятся. Также архиерей отметил, что все верные чадо канонической Украинской Православной Церкви ежедневно возносят молитвы о мире в стране, чтобы наша держава обрела счастье в единстве. Чтобы Украина выздоровела, чтобы Украина воскресла от того состояния, в котором сейчас находится она, потому что все есть люди добрые, есть люди злые, а Украина для всех одна. Мы граждане Украины, мы желаем процветания этой стране, в которой живем, и хотим, чтобы она действительно стала европейским государством, не на словах, а на деле, чтобы здесь уживались и нации, и народности, и, конечно, чтобы внимания в дело с людям, которые нуждаются. Владыка отметил труды и старания Ольги Николаевны Луц, ее любовь и заботу по отношению к людям ввиду разных причин, получивших инвалидность. И по благословению обложения Шивануфрия, митрополита Киевского всей Украины, вручил ей орден святой равноапостольной княгине Ольги. В завершение гостей накормили вкусным обедом в Братской трапезной монастыря. Я приехал из Вильницкой области, уже находился тут в Кояльнику третий раз, и второй раз я приехал сюда, как на экскурсию. Мне нравится, мне нравится, ну, как сказать, душевное состояние тут. И спасибо Оле Николаевне, что она уже на раз нас возила то на экскурсию, ну, там, по городу, то в том году сюда привезла, в том году я с радостью сюда приехал. Мы давно уже, как сказать, сотрудничаем с Ольгой Николаевной, мы ее очень уважаем. Это даже немножко как-то слабо сказано, не уважаем, а, наверное, больше всего любим такого человека. Потому что благодаря таким людям мы можем себя чувствовать на равных со всеми. Так гостеприимно мужской монастырь принял паломников и преподал благословения на дальнейшие труды. К доброте наших сердец вызывает Ярослав Поправка. Молодому человеку срочно нужна наша помощь. У Ярослава С-образный кифосколиоз, грудопоясничного отдела, позвоночника четвертой степени. На дорогостоящую операцию семьи Поправкиных не хватает средств, и они обращаются за помощью к нам с вами. Ярослав хочет общаться и работать, мечтает создать семью. Но болезнь очень тяготит его. Постоянная физическая боль и тяжелые мысли о своем будущем угнетают юношу. Призываем к добрым делам, которые так необходимо творить, особенно вне поста. Реквизиты для помощи юному Ярославу вы увидите далее в нашем сюжете. Мы расскажем об истории жизни Ярослава, человека, который столкнулся с тяжелой болезнью. С-образный кифосколиоз, грудопоясничного отдела позвоночника четвертой степени сегодня и физически, и психологически угнетает молодого человека. Сейчас Ярославу 21 год. Он жизнерадостный и добрый человек, не теряющий интереса ко всему, что происходит вокруг. Он зайцев любит очень, вообще животных очень любит всех. Всех он и с цыплятами занимается. Был маленький, очень любил цыплят. Нам подарили двое зайчиков, и он с ними занимается. Их покусали комарики, он ими глазки мажет. Ходит им кушать, дает. Очень любит с детьми играться с братиками, с сестричками, очень. Особенно с Маргошей. Он сидит и в компьютер, он их ей разрешает, и игры ей там какие-то там настраивает. Идет в магазин, он всегда ей что-то покупает вкусненькое, сладенькое. Они в шашки очень часто играют. Бабушка нам привезла домино. Молодой человек интересуется историей, любит читать и активно изучает античность. Античные истории мне нравятся больше всего. Даже строить из мрамора все было. Все дома из мрамора строили. Больше всего такое интересно было. Рос он обычным парнем. Ходил в школу, занимался физкультурой. Игрался с верстниками. Ярик родился у нас с 95-го года, 24-го апреля. Родился, как раз на Пасху родился. У нас, конечно, привезли меня в роддом. Родился 4 килограмма он у нас родился. Такой живой мальчик, конечно, красивый такой. В роддоме сам был такой, ну, крупный. Приносили, говорят, 4 килограмма. Красивый такой, темненький, с большими глазами родился. Хороший был. Все было хорошо. Ярослав родился всего лишь с незначительными изменениями в области позвоночника. Тогда родителям сказали, что это не страшно, что со временем все пройдет. Но, к сожалению, с 11 лет болезнь прогрессирует. В 11,5 лет сильная деформация пошла. У нас очень сильная деформация пошла. Мы поехали в Ахмаддед. Там стояли месяц были. Да, нас смотрели. Там и американцы смотрели, и левицкий наш смотрел. Мы там стояли на учете. Сказали нам подождать. Назначили нам корсет. Корсеты мы носили. Ну, роз. И нужно было каждый месяц тоже заказать. И неудобно в корсетах было ходить. Мы походили, и в то время мы только за корсет полторы тысячи давали. Во-первых, неудобно было, и тоже было финансово, тоже не очень, как говорится, у нас получалось. Его диагноз – кифоскалиоз. Сейчас состояние Ярослава ухудшается. Дуга позвоночника сжимает сердце и сдавливает легкие. Ему очень трудно дышать. Он испытывает постоянную боль в спине. Без установки новой металлической конструкции его жизнь держится почти на волоске. Кифоскалиоз страшен не только своим внешним проявлением. Это не угрожает жизни человека. Он очень опасен тем, что страдают внутренние органы. Дуга позвоночника сдавливает их. Они сдвигаются, начинают плохо функционировать и впоследствии отказывают. У Ярослава сдавлены легкие сердца. Эти органы не получают достаточно кислорода, что представляет угрозу для жизни. Именно поэтому мы не видим на улице взрослых людей с подобным сколиозом. Они умирают в юном или в молодом возрасте. Это заболевание можно вылечить только хирургически, путем установки металлической конструкции. Такую операцию парню могут сделать в Центре патологии позвоночника доктора Бакланова. Стоимость операции – 700 тысяч гривен. Это невероятная сумма для сельской семьи, которая растит еще двух маленьких детишек. Конечно, я хочу, чтобы мой сын был здоров. Очень хочу. Наверное, каждая мама хочет об этом, что это, да. Да, Марков? Чтобы у нас Ярик был здоровый, чтобы он, как говорится, у него и настроение к жизни было, и все. И настроения нету, и вообще, ну, что там говорить. Как говорится, каждая мама хочет, чтобы ее дети были живы-здоровы, и чтобы у них все было хорошо, чтобы он учился, чтобы он жил, просто жил, чтобы все жили, как все дети, как вся молодежь, и общался. Ярослав хочет общаться и работать. Мечтает создать семью. Но болезнь очень тяготит его. Семья просит помощи у всех неравнодушных. Операция может все изменить и подарить надежду на восстановление, на здоровую жизнь. Мама Ярослава особенно обращается за помощью ко всем добрым и искренним людям, ко всем мамам, которые прижимают сейчас к сердцу своих детей, ко всем, кто умеет сочувствовать и поддерживать. В день поправства преображения Господня по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела епископ Болгородский Сергий возглавил встречу образа преподобного Кукша Одесского с частью мощей святого, прибывшие для постоянного пребывания в Святопокровский храм села Колончак Измаильского района. Перед образом преподобного Кукша владыка Сергий совершил молебен, по окончании которого поблагодарил настоятеля храма отца Петра Боева за усердные труды по восстановлению старинного сельского храма. Отдел по делам семьи Одесской епархии вновь продолжает вести активную работу. Так, просветительский медико-психологический центр «Жизнь» провел выставку-ярмарку возле Успенского кафедрального собора. Цель мероприятия – обратить внимание общества на проблему абортов и на то, как важно сегодня и всегда поддерживать семейные ценности. «Дети преображения семьи» – такими значимыми словами встречали волонтеры всех желающих участвовать в сборе помощи для малообеспеченных семей. Ежегодно 28 августа православные отмечают один из 12 величайших христианских праздников – Успения Пресвятой Богородицы. На иконах, посвященных этому празднику, изображается Дева Мария, лежащая на смертном одре. У головы и у ног ее стоят апостолы и другие святые. В центре чуть сзади, над одром, сошедший с небес Христос, принимающий на свои руки и причистую душу своей матери. Эта душа изображается в виде новорожденного младенца, окутанного белыми пеленами. Образ того, что смерть каждого человека в православии воспринимается как рождение в вечную жизнь. Именно по этой причине этот праздник столь почитаем, и столько храмов и монастырей посвящено именно Успению. Хотя в миру, напротив, обычно не принято говорить о смерти. Эта тема всячески замалчивается и предлагается поговорить о чем-то якобы приятном. Даже на похоронах и поминках, когда все вокруг призывают приходящих вспомнить об очевидном факте скорой встречи с вечностью, люди пытаются посочувствовать несколько минут, а затем побыстрее вернуться в привычную им рабочую и бытовую суету. Ту суету, в которой вопрос о смерти не ставится вовсе или считается каким-то излишним и возвышенным философствованием. Вид усопшего у многих сегодня вызывает брезгливость и страх подойти поближе попрощаться, хотя еще недавно традиция прощания через благоговейное братское целование была сильна среди христиан. Даже находясь уже над самим гробом, по слову святителя Игнатия Брянчанинова, лукавый шепчет человеку, что это будет со всеми, но не с ним. И человек, который не ищет Бога в земной жизни, хотя и осознает абсурдность этой хитрости, понимая, что опыта смерти ему не избежать, все-таки в радостном самообмане мчит после похорон по своим делам и продолжает с удвоенной силой углубляться в будничные дела своего мысленного муравейника, в котором обилие трудов и грандиозных планов не оставляет ни на что другое ни сил, ни желания. Среди широкого круга людей часто употребляется психологический термин середины XX века – когнитивный диссонанс, в смысле состояния психического дискомфорта, вызванное столкновением в человеческом сознании конфликтующих представлений, идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций. Классическим примером увеличения степени этого диссонанса или отсутствия внутренней гармонии являются случаи, при котором человеку предстоит серьезный экзамен, а он не пытается к нему подготовиться. Нерадивый студент всегда будет ощущать психологический дискомфорт, зная, что время идет, экзамен приближается, а его подготовка к экзамену стоит на месте. В результате он будет стараться обходить стороной такие ситуации, в которых дискомфорт может усилиться, например, при напоминании родителями или учителями о скором наступлении экзамена. Иными словами, вместо того, чтобы подняться от своей лени, он будет пытаться снизить планку экзамена через различные способы самооправдания. Заявление о том, что якобы не в экзамене счастье, а главное быть хорошим человеком, обиду на Министерство образования в целом и конкретных преподавателей в частности и так далее. Смерть в христианском понимании это и есть своего рода экзамен, который выявляет направление вектора жизни студента и показывает, готовился он к нему или нет. Благодаря психологии и теории когнитивного диссонанса можно теперь по такой же аналогии отчетливо проанализировать, почему среди людей, избегающих даже мысли о смерти и о достойной к ней подготовке, возникает столько подсознательного раздражения и гнева при упоминании Бога, Церкви и святых, которые подобно отцу, матери и старшим братьям лишь кротко напоминают своим существованием и примерам о том, что смерть, как экзамен, уже не за горами, каникулы, уже завершились, остался всего лишь последний семестр учебы, а нераскрытые до сих пор книги, покрытые многолетним слоем пыли, по-прежнему ожидают своих ленивых хозяев. На этом наша программа сегодня заканчивается. Следующий выпуск телевизионного и пархиального обозрения смотрите через неделю. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин